Библейский портал экзегет.ру представляет В 15 главе послания к римлянам, мы читаем ее в рамках библейского портала экзегет, Павел развивает тему, которую в 14-м он уже заявил – сильные и слабые в вере. Он там рассматривает два конкретных примера. Это отказ от мясной пищи, которая считалась многими идоложертвенной. На рынке продавалось мясо, часто перед этим символически принесенное в жертву идолам. И развлечение праздничных и скорбных дней календаря, наверное, скорее тогда еще иудейского календаря. Такой христианский календарь еще не сложился. Он говорит, кто-то различает, кто-то не различает, кто-то ест мясо, кто-то обходится овощами. Это не принципиально важно, чтобы вы благодарили Бога, чтобы вы это делали перед Богом. И кого-то он называет немощным в вере, кстати, того, кто не ест мясо. Сегодня скорее человек, который строго постится, вызовет впечатление человека сильного в вере. Он же постник, он же такой строго соблюдает. Но тут нет постных правил. Здесь скорее сомнение, опаска. Скорее это будет человек, который будет подозрительно смотреть на всякие такие неоднозначные явления. А кто-то принимает все без разбора. Да, ну, все божье, и можно и мясо купить на рынке, и там, я не знаю, еще что-то такое, что кого-то смущает принять. Вот и Павел предлагает принцип, если это смущает другого, не делай этого сам. Тебе хорошо, тебе это никак не обременительно, но другому человеку ты можешь навредить. И в 15 главе он разъясняет, почему так. Зачем же я буду ориентироваться на кого-то другого? А он твой брат по вере, и он часть того же единого тела, о чем уже в предшествующих главах было сказано. Мы сильные, должны брать на себя немощи слабых, а не заботиться о себе самих. Каждый из вас пусть позаботится о ближнем ради его блага и назидания. Ведь и Христос заботился не о себе, как написано, оскорбления оскорблявших тебя пали на меня. То есть принцип семьи. В семье тот, кто силен, тот шкаф двигает папа, обед варит мама, обычно. Ну, бывают всякие семьи. А дети там пролезают туда, куда не пролезть взрослым. Или там бегают, когда дома что-то закончилось, в магазин, потому что ребенку проще, он такой более подвижный. То есть все по-своему сильны. И принцип семейной солидарности, он и в христианской общине. Мы заботимся о слабых. Каждый пусть заботится о ближнем. То есть, значит, все сильны просто, все в разных отношениях. И это, собственно, берет пример с Христа. И все, что было написано прежде, вот все послание, написано ради нашего наставления, чтобы нам терпеливо надеяться, вдохновляясь писаниями. А может быть, не только послание, но и все книги, которые были до него. Бог, податель терпения и вдохновения. Да дарует вам мыслить согласно друг с другом о Христе Иисусе. Чтобы вместе, едиными устами, вы прославляли Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Вот цель всего этого. Не то, чтобы никто не обиделся, а чтобы было это внутреннее единство. «Посему принимаете друг друга, как и Христос принял вас Божью славу. Говорю о том, как Христос Иисус стал служителем для обрезанных ради Божьей истины, чтобы подтвердить обетование Отца». Ну, то есть, речь идет об израильском народе, о нем подробно говорилось, особенно в 11 главе, о том, что вот правоцы Авраам, Исаак, Иаков и некоторые другие, они, собственно, получили обетование, которое относится их потомкам к иудеям. «И чтобы прочие народы могли славить Бога, как и написано, потому принесу исповедание тебе среди народов и имени твоему воспою». И еще, говорится, «возрадуйтесь племена вместе с народом его». И еще, «хвалите Господа все племена, да восхвалят его все народы». И еще, говорит Исаия, «от корня Иисеева, это дед Давида, от корня Иисеева взойдет побег, он поднимется, чтобы править племенами, на него народы будут уповать». Вот много цитат, которые показывают не только иудеи, но и все народы. А значит, и тот же принцип внутрихристианской общины, то есть не только кто-то отдельный, но все вместе. Это такая же заключительная часть, где он, в общем, ничего принципиально нового не говорит, но уточняет некоторые личные детали и благодарит, прославляет Бога, благословляет своих читателей. «Бог, податель надежды, да исполнит вас всякой радости и мира ради вашей веры, и великой вашей надежды силой Духа Святого. И сам я уверен в вас, братья мои, что вы, исполнившись блага и обладая всяким знанием, и сами можете наставлять друг друга». Ну, такая, может быть, риторическая конструкция, вы и без меня все знаете. Хотя, наверное, если бы они все знали, он бы не говорил об этом. «А я писал вам так прямо, братья, чтобы немного вам об этом напомнить, по данным мне от Бога благодати». Ну, то есть я не навязываюсь, он очень скромно так говорит, я просто чуть-чуть напомнил, может, кто-то так освежил в памяти. «По данным мне от Бога благодати, служению Христу Иисусу среди язычников и священодействию Божьего Евангелия, чтобы приношение этих народов, освященное Духом Святым, было угодно Богу». То есть он видит свою проповедь Евангелия, как некое священное действие в храме, где приносится жертва в Ветхом Завете. Ну, а вот он проповедует Евангелие. «Мне есть, чем похвалиться во Христе Иисусе, служением Богу. Не дерзно говорить ни о чем ином, кроме как о том, что совершил через меня Христос словом и делом, чтобы привести к вере язычников, силой знаков и чудес, силой Духа Божьего. От Иерусалима и даже до Иллирика, но Иллирика – это примерно то, что потом стал в Югославии, западное побережье Балкан. «Исполнилось Евангелие Христова. А я предпочитал проповедовать его не там, где уже возвещалось имя Христа, но, как написано, кому не возвещали о нем, те увидят, кто не услышал, те узнают». То есть Христос известен многим людям, и Павел проповедует там, где о нем еще не знают. В основном в Риме, конечно, о нем знали до Павла, но он в Риме-то еще и не был, и он объясняет, что ровно поэтому. «Это и мешало мне так долго прибыть к вам». Ну, то есть там другие были проповедники, и Павлу не нужно совершенно было приходить в Рим, а он проповедовал там, где это было необходимо, где не был никто. «Но теперь мне уже негде задерживаться в этих краях, а я с давних лет очень хочу прийти к вам. Еще бы столица империи, наверное, самая известная община, которая во многом определяет и будущее христианского мира. Когда я отправлюсь в Испанию, приду и к вам, надеюсь, по дороге повидать вас, а затем, когда мы хотят счастья нас этим сообщением с вами, вы отправите меня дальше». То есть он собирается в Испанию, на Дальний Запад Римской империи, где еще не было, очевидно, проповеди Христа. По какой причине он и собирается. Ну, а Рим – перевалочный пункт, и заодно повод повидаться, встретиться. «Теперь я отправляюсь в Иерусалим, служа святым». Ну, это описание ситуации, которая с негдеяне. Он собирает пожертвования для, соответственно, иерусалимских верующих среди верующих в провинциях Македонии и Ахая. В Иерусалиме церковь бедствует. Ну, в Македонии и Ахая – это современная Греция и некоторые сопредельные регионы. Наверное, более благополучное положение, у людей больше денег. Итак, Македония и Ахая приняли благое решение помочь беднякам из числа святых в Иерусалиме. Святые, то есть верующие, божий народ, потому что они отделены. Да, они приняли такое решение, но ведь они должники иерусалимлян. Если другие народы приобщились с духовным дарованием израильтян, то должны послужить им в телесном пропитании. Вот принцип, который он излагал выше, не только в этой главе, но и в предшествующих. Церковь как единое тело, и слабые и сильные вместе, причем сильные помогают слабым, и каждый помогает другому, все воспринимают друг друга. Вот здесь показан на конкретном примере. Христиане Греции, не будучи сами в основном израильтянами, получили от христиан иудея, израильтян по происхождению, благую весть, и могут им помочь, соответственно, просто вот деньгами, каким-то материальным вспомоществованием. Это взаимная помощь, а не с одной стороны только другим. Закончив с доставкой этого приношения, я посещу вас и отправлюсь в Испанию. Это, правда, не удалось, потому что он был арестован, и, кстати, отправлен в Рим, поэтому он их посетил, но не так, как хотел. И я знаю, что приду к вам не иначе, как с изобильной благодатью Христова Евангелия. Ну, то есть, все-таки он будет там проповедовать, хотя это и не его территория миссии. «Призываю вас, братья, ради Господа нашего Иисуса Христа и ради любви духовной присоединиться к моим молитвам Богу, чтобы мне избегнуть неверующих в иудеи, то есть тех, кто не принял Христа, чтобы мое служение в Иерусалиме было угодно святым, тем, кто принял, и чтобы мне с радостью прийти к вам, если Богу угодно, и отдохнуть вместе с вами». Ну, то есть, насладиться общением, радостью. Бог, податель мира, да будет со всеми вами. Аминь. Здесь можно было бы и закончить послание, но есть еще 16 глава, где всякие такие приписки, то, что сегодня бы назвали постскриптумом, мы это прочитаем в следующий раз.